Земля рассветов Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев» и сегодня я расскажу вам о Ханаби, познавшей ревность. Ханаби обучалась искусству ниндзя у верховного градмастера секты Алых Теней. Она с раннего возраста проявляла природный талант, который сильно выделял ее среди сверстников. До тех пор, пока она не встретила молодого ниндзя Тени по имени Хаябуса. Впервые Ханаби встретила того, кто может бросить ей вызов. При каждой полной луне Ханаби пыталась спровоцировать на дуэль этого молодого теневого ниндзя. Однако, она никогда не могла победить этого юнца, который совмещал спиритизм с теневыми методиками, создавая свой уникальный и мощный стиль. Спустя годы, по мере взросления, Ханаби стало известно, что этот молодой теневой ниндзя несет бремя неизбежной судьбы. Хаябуса должен был бросить вызов и убить бывшую легендарную тень по имени Ига за предательство своего клана. После очередного поединка двух молодых ниндзя Хаябуса лежал на земле, глядя на полнолуние в небесах. Отражение лунного сияния в его глазах тихо горело из сердца Ханаби. Никогда не ощущая такого чувства прежде, Ханаби была взволнована. Всякий раз, видя как Хаябуса и юная Кагура приветствуют друг друга, смеясь и улыбаясь, ее сердце наполнялось необъяснимой яростью и досадой. Услышав, что Хаябуса станет следующей тенью клана, она решила взять в себе имя Скарлетт и украла из тайного хранилища верховного Градмастера запрещенное оружие своей секты, Хиганбану. Ханаби решила, что она бросит вызов своему извечному сопернику, и теперь ее единственная цель в жизни – найти и убить предателя раньше, чем это сделает Хаябуса.